Пожалуй, этот артист не нуждается ни в каких представлениях. Достаточно одной фамилии, чтобы любой концертный или театральный зал аплодировал стоя. Сергей Безруков. Творческий вечер в Могилёве. Теперь он войдёт в историю. Тричи сообщения со зрителями. Всё, что думает о Могилёве в современном кинематографе и о жизни. Сергей Безруков сейчас в программе «Интервью по средам». Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Здравствуй, Могилёв. Серёжа, здравствуйте. Насколько известно, Могилёва встретила дождём, но что-нибудь успели посмотреть? Это называется, конечно, неосновательно. Конечно, мне интересовало события, которые были связаны с царской фамилией, опять же, со ставкой в Могилёве, с тем самым отречением Николая, потому что это, конечно, такие события для России. Такие, с одной стороны, трагические, с другой стороны, это часть нашей истории, куда деваться. Хотя они такие трагические, конечно, события. Вот, посидел монастырь, вот, в Успенске, как раз там молился Николай, второй, перед отречением. Серёж, ну я не просто так спросил. Дело в том, что известные люди, которые приезжают в Могилёв, они обычно мало интересуются самим городом, где выступают, а вот вы исключение. Откуда такой интерес? Ну, как же. Я впервые в Могилёве, поэтому, конечно же, посетил, опять же, то место, где развили прах Константина Симонова, потому что это потрясающе, конечно. Поэт и вообще личность потрясающая. Я помню, когда-то ещё, когда был маленький совсем, в школе, я читал статворения Константина Симонова. Горят города по пути этих полчищ. Это статворение, с которым я выступал на конкурсах даже, и, помнится, мне даже премии какие-то давали. С этим стихотворением у меня многое связано. То есть, даже спектакль, один из первых спектаклей в школе, в общеобразовательной школе, спектакль, который поставил мой отец, мой бедный Марат по Арбузову. Я там играл Леонидика, и самое начало спектакля отец поставил, что выходит мальчишка, мне лет-то было, сколько, по-моему, 14 лет, выходит мальчишка в таком полушубочке, такой ремень офицерский, сапожки, тельняшечка. И читая статворения, горят города по пути этих полчищ. Ну, впечатление, наверное, было серьёзное. В зале люди плакали, потому что статворение потрясающее. Оно настолько пропитано ощущением настоящего патриотизма, не лживого, а подлинного, настоящего патриотизма, любви к Родине. И, если так сложится судьба, абсолютно с гордостью умереть за эту Родину. Статворение потрясающее. Я читал его в 14 лет. Вот, и, конечно же, посетить эти места, где прошли как раз боевые действия, где я как раз воевал, здесь, конечно, это очень важно. Спасибо, Ванечка. Вот, это важно. И потом, конечно же, места связаны, как раз, с царской фамилией. И у вас так актуален патриотизм, ведь вам всего 40. Не для этого, для этого, наверное, просто стоит иметь хорошее воспитание, причём советское воспитание. Не надо плеваться в советское воспитание, оно было хорошее. Идея спорная, идея во многом даже лживая. Но она заимствованная, поэтому о чём тут говорить. Идея заимствована из христианской идеи, абсолютно списана. Всё в точности. Те самые заповеди только с красным флагом. Но я отношусь с уважением, опять же, к нашему прошлому, потому как люди были хорошие. И что касается нравственного воспитания, тогда с этим было гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас свои проблемы, тогда были свои проблемы. Но что касается кино, что касается театра, что касается внимания к культуре, тогда этим занимались. Это была идеологическая составляющая той страны. Тогда люди этим занимались, потому что это было необходимо для того, чтобы поколение людей вырастало культурными, образованными людьми. При том, что, казалось бы, при диктатуре пролетариата не нужны люди думающие, нужна серая масса. Но, тем не менее, образование было хорошее, люди действительно многое знали, они очень много читали, они разбирались, они могли смотреть и фильмы. Даже сейчас, допустим, разбираем какие-то фильмы, что-то люди могут смотреть просто тогда, в те времена, часами, догадываясь о смысле происходящего. То есть, допустим, Тарковский – это долгое, постепенное повествование, которое люди воспринимали, они этим жили. Не все. Сейчас, я думаю, что в эпоху стремительного монтажа такие вещи, философские вещи, они только на фестивалях сейчас остаются. Только на фестивалях еще люди, которые любят кино, которые специально приходят смотреть подобные роды картины, они приходят смотрят. В массе своей сейчас зритель привык к развлечениям в кино, поэтому такие картины сейчас смотреть не будут. Поэтому, я не знаю, воспитание, наверное, такое, что если приезжаешь в город, наверное, хочется посмотреть больше. Если ты, тем более, в этом городе не был, то постараться максимально охватить. Сложно все охватить, еще погода мешает. Погода, конечно. Вот такое у нас лето. Но оно не только в Белоруссии, извините, у нас в Москве так же абсолютно. Это хороший пример. Да, и сейчас, не знаю, я снимаюсь под Москвой, там также нам мешают дожди, которые буквально останавливают съемочный процесс. Слышит музыка из спектакля «Серано де Бержерак» композитор Владимир Баскин. Ваш покойный звук «Серано де Бержерак». Прошу вас быть моей дамой. Прошу со мной и вас. И вас. С безумною испанской драмой. Соединим французский фас. Аплодисменты. 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 Крики «Браво». Во всех глазах немного в стороне мужчины слева, женщины направо. Столько дому не помогайте мне сам расправить с ними без помощи. Итак, откроем дверь уже, наверное, ночью тебе. Сережа, несколько ролей в кино на слуху. Это и «Джентльмены удачи» ремейк, и «Высоцкий. Спасибо, что живой», где вы сыграли главную роль. Все о людях прошлого, а современников вы не играете. В прошлом просто были личности, которые уже настолько бесспорны. Понятно, что к ним можно по-разному относиться, но все равно это легенды, это личности. Если вы заметили, что не только я один играю в великих, я уже в этом смысле далеко позади остался. По сравнению с моими коллегами, которые сейчас, по-моему, переиграли всех великих, и продолжают играть. Я уже остановился давно, и у меня, как говорится, так выбор такой, поэты. А мои коллеги, посмотрите, какие сериалы идут, у нас сейчас все снимают про великих, у нас сплошные личности, все про личности, все про легендарных людей прошлого. Сейчас время такое, может быть, когда люди нуждаются в таких личностях, когда нужны вот такие бесспорные примеры. Но сейчас многое спорно. Сейчас есть личности, но они спорны, потому как отношения к ним неоднозначные. Командармы, деятели культуры, писатели, драматурги, актеры. Это все те самые личности, на которых можно равняться, глядя на их жизнь, можно даже постигать что-то новое. Но тем не менее, все равно бесспорно любим. Так же, как Высоцкий, спасибо, что вы живете. Бесспорно любим. Что-то новое узнаем, понимаем, что не все так было просто, что были проблемы, и человек боролся с проблемой, что ситуация в стране была еще такая, что человек боролся за свою собственную свободу, оставался в несвободной стране, оставался свободным человеком, выступал за свободу. Но то, что Высоцкий легендарен, бесспорно гениален, для нас уже нет сомнений. Мы просто постигаем что-то новое. Но еще раз напоминаем, опять же, молодежи, которые не слушают Высоцкого, была такая легендарная личность. Мы посмотрели, что он был живым человеком, абсолютно ничто живое ему не было чуждо. А теперь послушайте, как он звучит, и о чем он пел. Сережа, а есть вообще разница между старым кино и новым? Идеологическая разница, идеологическая составляющая. Да, вот мы им не говорили. Это самое главное, та самая разница. А сейчас больше свободы у кинематографа? Нет, сейчас за упокой. Если раньше было за здравие, то сейчас за упокой. Я думаю, что это самая золотая середина, может нас спасти. Но к этому еще надо прийти, к золотой середине. Но кинематограф может это сделать? Я думаю, что кинематограф как раз и должен играть эту роль, самую основную. Вообще искусство должно служить как раз людям именно в том понимании, что они должны, разбираясь в проблемах, давать некий выход. Луч света в темном царстве. Это про Екатерину в грозе. Луч света в темном царстве. Вот этот луч света уже хочется увидеть. А что касается, допустим, авторского кино, что касается... Либо у нас такой вечный праздник, развлечение, бездумное развлечение, либо это философское кино за упокой. Это такой апокалипсис. Now во всем. В чувствах, в мыслях, в эмоциях, деградации полные. Люди гибнут. Человечество погибает. Я думаю, что просто нужно давать выход, нужно давать надежду. Этим искусством должно заниматься. Не обязательно о здравии. И все, как времена советские, все колосится, комбайны работают. Не обязательно. Можно говорить о проблемах, но в конце все-таки пофантазировать над решением этих проблем. И обязательно должен быть луч света в конце? Конечно. Конечно. Вот это вот забыли. Это стало немодным. Особенно для западных, допустим, фестивалей. Если наше российское кино лишено, допустим, какой-то некрофилии в кино, то прокатчики его не возьмут. В фестивальную, в конкурсную программу. Потому что, ну как? А где же та самая Россия? А, вот где вот у вас сплошные некрофилы, маньяки сексуальные. И все плохо, все страшно. Вот это Россия. Стереотип. 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 Он кучи мокрых листьев волошей И ворожит для носа цветные сын По прозрачным белым дождям Как колыбель качается наш дом И спит парижка близная дядя Укутаны замокли вы дождем Я вас люблю Этим чудом даром приятно жить Обладать вдвойне Но если так, смелитесь старый траур Пусть он не будет трауром По мне Сережа, вы так часто и много общаетесь со зрителем Есть что-то главное, что всегда хочется сказать Занимайтесь собою, своими собственными мыслями, своими собственными взглядами Сами будьте для себя чище, лучше Не надо упрекать, обвинять других Пытаться Искать плохое в других Нужно, если уж на то пошло, войти в себе И побороть это в себе Начинать надо всегда с самого себя Поэтому всегда, если хочется кого-то обвинить в чем-то Если хочется негодовать или, допустим, высказываться Но сначала подумать Ты достоин сам Вот из всех высказываний и обвинений Вот и все Самое главное Начни с себя и все Без нервов Спасибо вам огромное Что видел высший свет Не в том, что называлось высшим светом Я настаивал на этом Как человека, как поэт А чтобы обо мне потомки не забыли Я надпись сочиним На собственной могиле Прохожий стой Здесь похоронен тот Кто прожил жизнь вне всех житейских правил Он музыкантом был Но не оставил нот Он был философом Но книг он не оставил Он астрономом был Но где-то в небе звездном Затерян навсегда его ученый след Он был поэтом Но поэт не создал Зато всю жизнь свою Он прожил Как поэт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...